Приветствую вас. Ну что же, давайте попробуем пройти по порядку ваших проблем. Первая проблема – это отношения с мужем. Вторая проблема – это здоровье. Значит, начиная разговор про мужа, хочется отметить так, что вы пишете, что не знаете причину, по которой вы со меня общаетесь. Он живет дома, с мамой и так далее. Соответственно, в этом случае, в этой ситуации, с точки зрения психологии, вам можно подсказать только, наверное, одно – попробуйте с ним поговорить и, собственно говоря, узнать у него о причине такого его выбора. То есть, почему мужчина решил жить отдельно от вас. не считая возможным, нужным, правильным быть со своим ребенком и быть с вами. Не хочется строить никаких предположений относительно того, почему он живет с мамой отдельно от вас. но думаешь, что есть какие-то причины, есть какие-то препятствия для него, чтобы жить с вами. Эти препятствия нужно выяснить и постараться их преодолеть, естественно, вместе и, естественно, при наличии желания у вашего мужа. Далее. О чем хочется сказать следующее? По поводу вашего здоровья. Вы пишите, что вы переживаете. Вы знаете, насколько я знаю, онкологические заболевания возникают в частности и из-за постоянного стресса и нервов. Поэтому постарайтесь, во-первых, проводить все необходимые профилактические процедуры, связанные с риском заболевания. Во-вторых, в обязательном порядке постоянно задавайте себе вопрос. Вы больны? Нет. О чем вы переживаете? В данный момент вы больны? Нет. Так постарайтесь располагаться жизнью. Это простейший способ терапии, который применяется повсеместным. Что еще можно вам сказать по поводу онкологии? Знаю только то, что в России было разработано лекарство, которое гораздо эффективнее аналогов, правда, не очень хорошо ознакомлен об этом, но при соответствующем поиске, я думаю, вы сможете найти всю информацию об этом. В любом случае, пока вы не болеете и пока вы занимаетесь профилактикой своего заболевания, я думаю, вам ничего не грозит. Потому что основная проблема онкологии в том, что люди не упускают возможности ее начала и за это заболевают. Соответственно, у вас врасплох она не застанет и, соответственно, проблема такой. Мне, думаю, что у вас не будет. На этом все. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Я буду благодарен. Если у вас какие-то вопросы остались, обращайтесь, помогу. Пока желаю вам всего доброго. Пока. Какой клав fø vous. Тем не менее, ладно.